Ну, давайте что-нибудь поновее, да? Или нет? За Юлей ухаживает шейх? Крит худший в шоу? О! А Егор Крит что-то не согласился ко мне на шоу прийти, сейчас будем поносить его. Худшим явлением в шоу-бизнесе. Дорогущие подарки Вали и Саши. Что вообще блогеры получили на Новый год? YouTube ограничивает игровых стримеров. Создатели вернут сериал Шерлок, а Литвин пытается вернуть... Чу, скук, чу. YouTube ограничивает игровых стримеров. Создатели вернут сериал Шерлок... О, блин, наконец-то. А Литвин пытается вернуть тачку в Дубае. Да? Всем привет, это канал Окблогер, и сейчас ты узнаешь самые свежие новости о блогерах и трендах. Подписка, лайк и колокольчик, и тогда все будет топчик. Бери свои любимые вкусняшки, присаживайся поудобнее и погнали. Да? Ну что ж, Новый год все отметили в самом разгаре новогодние каникулы. Надеюсь, вы клево проводите время. Я тут на три дня устроил себе перерыв по рекомендации врачей, так как в болезненном состоянии чуть не сорвал себе голос. Вроде пока ничего критичного, лечусь, постараюсь вернуться в прежний ритм выхода новых выпусков. В Новый год своими взаимными подарками поразили всех Валя Карнавал и Саша... Бандитка еще на интервью призналась, что купила будущему мужу самый дорогой презент, который вручила за пару часов до боя курантов. Ему досталась вот такая коробочка с брендовыми часами... Нихуя себе, я тоже хочу... Валя... Бля, быть ее жилеткой даже еще и выгодно, ребят, посмотрите. Они с большой вероятностью покупались в сумме, а стоит там ценник в 3 миллиона рублей. Саша же свой ответный подарок готовил с небольшой задержкой в два дня. Но так как у них обоих не было новогоднего настроения, он решил его поднять приятностями. Под предлогом помывки машины Стоун сбегал в ювелирку и тоже накупил для своей невесты украшений на миллион рублей. А че это, блядь? Ты в последнюю очередь это все закупал, дружок, блядь? А как же? Твои супер там... Вставай, иди, не смотри, теперь смотри, посмотри, вот там записка, посмотри туда. Ты все уже похуй на это, да? Такой... И она ему подарила, он такой, бля, нихуя подарок, ну тоже че-то такое. Ну ща я приду, короче, сбегал, такой, бля, бабки есть такой просто, на-на-на, давай быстрично. Вот это давай, вот это, кортье, мортье, понятно, блядь. В смысле нет, в смысле нет. Все, счастливо, довольны. Счастливо, да. Да у меня просто новогодняя хандра была. Какая хандра новогодняя? Посмотри на свою руку, хандра. Тебе сейчас люди напишут, какая хандра у нее. Все, я пошел в душ, хандра у нее. Там много через две минуты, гу-гу-гу. Рожей и основной подарок был не физический, это оказалось совместно... Психологический. Путешествие без родителей и друзей в Таиланд. Там ребята планируют быть как минимум неделю наедине друг с другом, отлечься от работы, а уже после заряженными вернуться в Москву. Бля, как им охуенно, здорово. Правда, моментами им не везет с погодой, но все-таки это тропический климат, там часто бывает такое. Да? За плодотворный и тяжелый рабочий год решил сам себя наградить лидер хайп-хауса Заир. Как кого? А, хайп. Он купил машину мечты, о которой мечтал еще пять лет назад. Успешный продюсер опубликовал пафосное видео, как забирает из салона Мерседеса новенький черный... А, я не завидую, кстати. ...гелек в хорошей... Да поебать. ...комплектации. Ты, бля, я такой вчера продал. ...стоит такое в районе 20 миллионов рублей. Канун Нового Года заинтриговали якобы подаренные... Димас Блок, блядь, сыграй. ...тачка и Димас... Это вот эти, которые снимают только о том, как им хорошо, блин. ...но зная ребят, можем было сразу предположить, что тут есть какой-то подвох. Машину действительно подарили, но игрушечную и для Тима. Бля, здорово. Малышу только через пару дней исполняется полгода, а уже можно будет ездить на собственном гелике. Охуенно. Пара, кстати, сегодня тоже улетел... Бля, как ему пиздато. ...села за границу. Скорее всего, в Дубае, где уже пару дней тусят остальные ребята... Бля, как им охуенно. ...хайп хаусы. Миша Литвин свой отпуск... А вот это я смотрел, вообще интересно, реально. ...решил совместить со съемкой долгожданного контента. Это пиздец, да. ...кто следит за его соцсетями. Мошенника наебали, да? Я знаю, что он сейчас находится... Вы смотрели? Там мошенника наебали. ...в Дубае. Там готовится третья часть ролика с возвращением его купленной BMW. Условия с 10 миллионами на канале давно выполнена, поэтому к концу января видос хочется надеяться, что с положительным исходом мы точно... Ну, посмотри... Нет, вы пишете, но посмотрите реально там, как у него машину угнали, там, ну, реально интересно, типа, прикольно. Та самая Элина, кстати, выходит на связь и обещает вернуть тачку седьмого часа. Правда, зрители относятся к ее совам с большим скепсисом. А я верю, верю. Вся в работе сейчас и Милана Хаметова. Еще в конце декабря молодая блогерша начала репетиции в новогоднем мюзикле «Ночь счастливых надежд». Нет, знаете, какой Милана Хаметова самый лучший мюзикл, который она снимала? Сейчас, секунду. Это Милана Стар... А-а-а, я перепутал. Ну, ладно, все тогда неинтересно, тогда не расскажу. Да там она своим отцом смешно пела. Все, я перепутал, перепутал. Где играет также Филипп Киркора. Там смешно просто, там такой клип пиздец разъемный. Шоу в Москве пользуются большим успехом. Первые два дня собрали аншлаги по 11 тысяч зрителей. Все, я понял, блядь, я не ебук, кто из них тут. Радует такое количество взрослых и детей. Бля, не зря, не зря. Телеканал СТС этот год, судя по всему, решил играть на ностальгии своих старых проектов. А, потому что им больше нечего снимать, нахуй, естественно. Теперь официально нас ждет выход нового сезона «Папиных дочек». Говно. В сети появился анонс, в котором... Ебать, он старый, боже мой. Снялась уже в образе... Как он постарел. Где Галина Сергеевна, Маша, отец семейства Сергей, а также на фоне слышен голос Даши. Скорее всего, это не все, кто согласился сняться в продолжении, но пуговки Жени мы точно не увидим, из-за их политической позиции. Ну ладно, понял. Еще не... Что, бля? ...ожиданным перезапуском стал... Путин спонсировал. ...с нового сезона сериала «Молодежка». Бля, самому... Бля, хуй, хоккей, блядь. В рекламном ролике показали всех самых полюбившихся героев... Бля, это же вот этот, блядь! И тот вот этот, блядь! Охуеть! Молодежка, блядь! ...мерные роли. Да ну пиздец, вкро... Блядь! Вот о чем будет продолжение, можно только гадать. О чем же, блядь? Может о хоккее? Не, может о футболе, бля? Хуй, блядь! ...эщущение, что продюсеры СТС будут высасывать из пальца. Не-не, у меня нет такого ощущения, блядь. ...так как все интересные сюжетные повороты... ...это, о чем будет, блядь? ...были израсходованы еще сезона два назад. Над возможным продолжением легендарного сериала «Шерлок» ...заговорил один из его создателей Стивен Моффат. В интервью на радио с ведущими они стали вспоминать момент... ...последний сезон такое дерьмо запутанное, вообще просто, блядь. Я вот недавно пересмотрел, последний сезон еле досмотрел, такая душнилая, блядь. ...картины, после чего последовала фраза, что сценаристы готовы хоть завтра сесть за написание нового сезона. Конечно, тоже деньги платят, блядь. Ютуб с нового года ужесточил правила для всех стримеров и летсплееров. Если раньше была относительная свобода в плане речи блогеров и того, что происходило на экране, то теперь слишком жесткий контент будет лишаться не только монетизации, но и попадания в рекомендации. А, чё, как дела, ребята? Сидели на ютубе, да? Сидели вот эти на ютубе, говорят, ха-ха, вы не можете п-ворд, н-ворд сказать на твиче. Смотрите, бля, сука, ёбаный рот, нихуя себе, давай, ютуб, повтори, блядь, ютуб, повтори, нахуй, давай, давай, блядь, сидели, нахуй, кукарекали, блядь, блядь, бля, нахуй, сука, говно, вот так, нахуй, блядь, давайте, давайте, ребят, повтори, повтори. ...касается роликов, в которых будет присутствовать хоть какая-то ненормативная лексика. ...также теперь запрещено показывать шокирующий... Охуеть, да, ребят? Охуеть! ...как мы там с ютуба, нормально? Нихуя себе, да? ...сцены с элементами расчленёнки, наличием даже искусственной кровяки и всё в этом духе. Понятно, понятно. А как мы знаем, на этом строилось большинство контента любого игрового блогера мира. Поэтому им придётся в нынешних реалиях очень непросто. Dream Team придумали интересную фишку, как попытаться... ...пиздить у других тиктоки. ...выделиться среди множества западных звёзд. На протяжении всего года они будут снимать новые ролики каждый день из одного и того же места, всегда в разных костюмах. Этой... Бля, вот эта фишка. Нихуя себе, бля. ...локацией стала туристическая площадь Rodeo Drive в Лос-Анджелесе, которая зацепила участников красивыми видами для контента. Бля, какой вид красивый, пиздя. Вот здание вот это, блядь. Пальма вот это, блядь. Вот это вид окна. Вот эти мужики, которые в ахуе стоят. Не знаю, насколько это эффективно в плане... Бля, это очень эффективно. ...движения, но интересно, как долго они будут этот челлендж продолжать. Своими личными планами на текущий год поделилась Мишей Кеннелли. Кто, блядь? Кто, блядь? ...будет выпуск диджейских треков, так как весь 2022-й она тайно обучалась этому ремесу. Блядь, как ты обучилась? Это же нереально. Это практически невозможно. Это как... Это как акробатика, которую нужно потратить годы своей жизни. Или написание музыки. Это же так сложно, блядь. Как ты это сделала, блядь? И хочет показать... Ты реально, блядь, как ты... Как ты научилась сводить, блядь? Кнопочку сил на пионере нажимать. Охуеть. Также тиктокерша раскрыла, что снова состоит в отношении. По её совам парень очень известная личность, которого мы все знаем. А я его знаю, интересно, просто я даже её не знаю, нахуй. Его все знают так, как её знают? Просто я не знаю, кто это такая, блядь. Я смотрю в чат, его тоже никто не знает. Готовая. Понял, понял. Много ещё вопросов к Мишель было из-за прихода в Dream Team бывшего директора... Да-да-да, мне тоже вопросов пиздец, как много было. Если кто-то не знает, именно он выгнал её из коллектива, поверив в лжи Лизе Василенко. И потом извинившись за своё решение... Надо про неё альбом написать, блядь. Обсирать её, что она непорядочная. Или тиктоки поделать. Кеннелли отнесась к этому не очень позитивно, но всё же привыкла разделять работу и личное отношение к человеку. Правильно, правильно. Я не могу сказать, что наша дружба и доверие вернулось, но я ценю ребят за их профессионализм, и я спокойно с ними работаю. Наверное, так профессионально на тиктоки снимают, это пиздец. Я давно отпустила все обиды. Состоялась премьера первого выпуска ночного подкаста «Неформат» на первом канале, ведущими которого стали Валя Карнавал и Карина Кросс. Их первыми гостями стали певица Мария Краймбрери и музыкант Валерий Сюткин. Весь разговор крутился в основном о музыке и современных веяниях индустрии. Я бы послушал, что там Карина Кросс говорит по поводу музыки, потому что мне интересно. Бандитка даже в процессе впервые призналась, что текст первой версии трека «Ромашки» она написала сама, а это... Бляд, призналась. ...это случилось на отдыхе. Твою песню я написала, первую, которую я выпустила, я написала совершенно случайно. Мы первый раз полетели за границу с друзьями на мой день рождения, и это так меня взбудоражило и одновременно воодушевило, что лежа на шезлонге, мне пришли такие строчки. И сотни рос, не стоят ни одной твоей ромашки, ромашки летят в костер. Валечка, я, конечно, извиняюсь. Я, конечно, Валечка, я перед тобой дико извиняюсь. Ладно. Ну, как это связано? Я извиняюсь, конечно, блядь. А как тебе это пришло? Ты находишься в хорошей атмосфере с друзьями на твой день рождения. Вы поехали куда-то, да, там, отдыхать, еще что-то. И тебе приходит песня о любви, которая, ну... Ну, ладно, ладно, понятно. Все ночи без тебя не так тяжкие, мне тяжело одной. И, в общем... 2023 только начался, а у нас уже назрел первый конфликт. Без каких-либо публично известных причин, солист группы «Три дня дождя» Глеб Викторов написал у себя в телеграм-канале. Егор Крит — это худшее явление в шоу-бизнесе. Что именно они не поделили... Я ничего про «Три дня дождя» сказать не хочу, потому что я особо-то его музыку не слышал. Совсем недавно я что-то делал, блядь, параллельно... Может, Дуту играл, у меня параллельно на ютубчике, короче, на втором экране. И там была его трансляция, где он просто бомбил с чатов, короче, поняли, поняли? Это мега странно выглядело. Но я говорю, у меня никаких вообще претензий к этому чуваку. Вроде талантливый чувак, вся хуйня. Он просто так странно, типа, ну, жопа у него горит с этих... Ну, такой немножко токсик, что ли, немножко, не знаю. Ну, ладно. Даже трудно представить. Какого-то живого общения между ними, никакого именно они не поделали. Ну, как это, блядь, Егор Крит — худшее явление? Егор Крит — это худший... Как это понять? Ну, вот реально, худшее явление шоу-бизнеса. Егор Крит — олицетворение шоу-бизнеса. Это самый, самый идеальный шоу-бизнес, который есть, понимаешь? Так это и работает. Шоу-бизнес — это что, блядь? Это и есть Егор Крит, блядь. Причем он еще успешный человек, который вертится в шоу-бизнес. Ты посмотри, как человек из-за мальчика, который пел про кофе в обед, по утрам омлет, блядь, нахуй, хуярит сейчас. Как он подстраивается по тренду, как он это чувствует, пиздец. Мне тоже не нравится его музыка, невероятно. Ну, я тоже вообще Егора Крит я просто не переношу, блядь. Ну, музыку, естественно. Как человек, я же знать его не знаю. Вот. Но все равно это, по факту, это вот из шоу-бизнеса, это самый удачный вариант, когда ты говоришь о шоу-бизнесе. Человек настолько чувствует вот эти тренды, с кем сфитануть. Ему, он может фитануть каким-нибудь, ну, меладзе, да, условно, да, каким-нибудь, записать песню хитовую, там, с лепсом условно, да. Или соу-джи-буды с благо-вайтами, и всегда хиты. Он всегда чувствует, где, что людям нужно, блядь. Это и есть шоу-бизнес. А чё ты хотел, блядь? А чё ты хотел? Ты хочешь, чтоб шоу-бизнес только из тебя состоял? Чё-то по-моему, хуйня идея. Ну, шоу-бизнес, это же вот, это и есть, блядь, шоу-бизнес, Егор Крит. Я просто не понимаю, это, короче, ну, ну ладно. Явления в шоу-бизнесе. Что именно они не поделили, даже трудно представить. Какого-то живого общения между ними никогда не было, максимум встречи на мероприятиях, но и те Крит часто игнорируют. Фан-паблики выдвигают теории, что всё дело в конфликте на почве несостоявшегося фита. Но мне лично кажется, что Глеб просто высказал своё мнение, возможно, с целью хайпануть и поднять узнаваемость. Егор же на такую нападку пока что не ответил и вряд ли это сделает. Ютуб наверняка не показал тебе какой-то... Бля, наверняка мне чё-то не показал Ютуб, да, интересно-интересно сейчас было. Здорово. Так, давайте, чё ещё? Даня возвращается в Россию. А не по пять минут? Давайте, короче, три последних ролика смотрим подряд, чтобы у ДК Рофлс на нарезке, блядь, поюшу, чтобы он свои сайты свои по этим вставил, блядь, в начале этот, блядь, по ёбаным аккаунтам, блядь. Ани Милохим вернётся в Россию. Я не знаю, там на ёп или нет, я по этому ничего не говорю. Ваня Дмитриенко и Саша Айс признали, что снова вместе. Дааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа Я бы на тебе удобно уселся. Бля, да, конечно, Саша Вайс, блядь. Такая медийность, ну пиздец. Удалось скрыть, что они снова общаются. Бля, Саша Вайс, Ваня Дмитриенко. Друзья, а пытаясь вновь восстановить романтические отношения. Это началось еще с дня рождения девушки в начале декабря, после чего количество доказательств выросло настолько, что скрывать не имело смысл. Я тоже собирал доказательства, что Ваня Дмитриенко и Саша Вайс встречаются. Парочка опубликовала посты совместными фотками и видосами, где призналась, что снова вместе. Бля, наконец-то. Два месяца назад я была уверена, что это точка, но жизнь такая непредсказуемая штука. Оказывается, это запятая, бля, понятно. У каждого из нас была своя правда, каждый смотрел на нее со своей стороны. А, Айс, ой, Саша, Саша Айс. Ну, такая, мне, наверное, хоть Саша Спайс реально вообще поебать, блядь. Бля, поправляют еще сидеть. Сидят мне в чате реально вот эти, да, отребья, блядь, пиздюшня. Сидят мне еще поправляют, блядь, как правильно, блядь, да мне поебать. Прав. Когда человек трижды за месяц пролетает полмира, чтобы просто обнять, это многое доказывает, подытожила Саша. А, только обнять, да? Вы только обнимались, да? Ты скажи честным. А вот неожиданное примирение произошло между Крамбэйби и Инстасамкой. Девочки толком не знакомы в реальной жизни, но успели... Ну, поссори, да? Все заочно поссорятся. Ну, это Инстасамка, блядь. После стебных шуток Карины в сторону Даши и ее творчества. Она в своем силе кинула ее в ЧС еще больше года назад, но вчера неожиданно разблокировал. А я вот про парня ее сказал, что-то про этого манекена. Все, она от меня отписалась в Инстаграме. Вот так, блядь. А раньше Инстасамка мне писала в директ, говорила, вот это у тебя релиз хороший вышел, вот это звук, блядь, вот это круто. Сторис себе постила, как она в машине слушала. Вот так, ребята. А вот про манекена сказал, что он бездарит. Ну, просто, ну, очевидные вещи, блядь, не подсасываясь. Вот так, все, ребята. Причиной можно только гадать, но мне кажется, что все дело в недавнем коллабе Крамбэйби с Диларой. Да? Они в том числе сняли несколько шуток с видосами самки, которые она уже оценила с положительной стороны. Ха, бля, вот эта шутка сейчас была. И, видимо, после изменила отношение к блогерше с негативного на нейтральное. Да, я вам серьезно, нет, серьезно говорю, мы с самкой, типа, она мне писала, она в сторис себе выкладывала, как она мою музыку в машине слушала. Все в порядке, по-моему, я серьезно говорю. Пабликов начали форсить фоточки Симбочки с якобы ее мужем, а которым... Симбочки? Нихуя себе, блядь. ...входит так много слухов в интернете. Да, блядь, да пиздец, Симбочка, это же та самая. А подписи к этим постам были из разряда, зачем она признается в любви к Никоглаю, если на стороне у нее есть другой. Реально, блядь, я тоже не понимаю. Карину такие слова сильно зацепили, поэтому она прояснила, что вообще происходило, и сейчас происходит у них с Колей. Что ж у вас происходит? Между ними действительно были недолгие отношения, которые быстро себя иссякли после первого же конфликта. Но они помирились и поддерживали контакт, а также помогали в трудных ситуациях, чем могли. Все же кардинально поменялось... Слава богу, блядь, Симбочка, это же пиздец. ...спосы депортации, их общение стало ближе, но на уровне той же дружбы. Любые видосы, шутки и прочее от Симбочки в сторону Никоглая лишь юмор, который не переходит на уровень серьезности... ...не просмотров пытается срубить, а просто юмор. ...на юмористка, я понимаю. Куда не плюсь все юмористы, пиздец. И пицы, на этой теме у Карины тоже желания нет. А вот те самые фотки, которые триггернули девушку на объяснение, она обошла стороной. Видимо, нет желания хоть как-то затрагивать тему, которая, судя по всему, закончилась не очень хорошо. Все, понял, понял, усвоил. Настя Бэтбарби еще летом испытывала проблемы с деньгами из-за банального отсутствия... Да, пизди, за и кроссовки себе покупали. ...то и рекламных заказов. Все доходило даже до наскребания оставшейся в кармане мелочи на стаканчик кофе. Бля, пожалею, пожалею. Да, ситуация нормализовалась, но чтобы такого больше не происходило, девушка хочет параллельно блогингу заниматься еще и бизнесом. Каким, блядь? Вон у Евы Миллер спросил, у нее такие бизнес-идеи были. Самым органичным... Переводные татуировки себе открыли. ...кажется создание своего бренда одежды. Уже даже есть логотипы, первые макеты... Все, логотип, макет, в принципе, все готово, можно уже одежду делать, в принципе, да? ...майк, футболок, штанов и прочее. О, вот это, блядь, нихуя себе, блядь. Нихуя себе, блядь. Shut up and take my money, блядь, кошелек не с собой, нахуй. А можно Apple Paym оплатить? Пиздок, круто, блядь. Называется... Ебать, еще машина, блядь. Ее компания будет, кратко, блядь. Блядь, нихуя себе. Это называется бэд, просто бэд. Я хотела сначала Бабарби, потом думала, бэд. Звучит дорого, коротко, напоминаю. Это пиздец дорого, блядь. Очень круто. А еще машины, а еще будут спецвыпуски с другими машинами, с семерками, там, бэхами. Задерживается выпуск... Пиздок, круто, блядь. Пиздок, дизайн такой, прям, фабрик. В первой коллекции из-за желания Насти сделать все максимально идеально. Да, конечно, блядь, а мы же верим, нахуй. А также на отшив первой партии нужно как минимум 2 миллиона рублей, которые тебе стокерше отдавать пока не готово. Вот на эту хуйню, это же печать, я понимаю, у тебя вышивка... Опа! Так, нахуй, сейчас мы с тобой по поводу одежды поговорим. У тебя печать, это не вышивка, ты сколько партий собралась нахуярить, блядь? Какие 2 миллиона рублей? А на Тянин? Ну ты 600, блядь, партий, ты че рассказываешь? Я понимаю, вышивка была, это же обычная печать, блядь, нахуй, хлопок, ебаный, стопроцентный, блядь. Что там делать, блядь? Это себестоимость футболки, знаешь, сколько, блядь? Рублей 600, блядь, 800, нахуй. Ты че рассказываешь, блядь, какая партия, че ты рассказываешь, пиздунье, блядь. Нахуй. Ты не с тем связалась, иди отсюда, блядь. Я тебя, нахуй, сошью, блядь. Но постарается все эти моменты уладить ближе к весне. Уладь лучше дизайн, блядь, вот этой футболки, нахуй. Вот тогда, может, партия подешевле будет, ебать, пиздец. Новые источники дохода... Твою миллиону рублей, ты сколько хочешь? Десять тысяч партий, ладно, бежу. Ну, тысяч пять, наверное, партий хочешь сделать. Ты че, нахуй, дорогой, блядь? Тебя начал искать Эмиль, парень. Ты думаешь, ты столько продашь, блядь, я тебя разочарую, блядь. Собирается начать продавать курсы по ютубу. Об этом он сам прям... Продавай, продавай, как сам поднялся, да, как сам понял. Не потому, что Дима Масленников помог, конечно. Там, наверное, интересные будут советы. А что он расскажет, блядь? Ну, надо сдружить с Димой Масленниковой, он тебя поднимет. Все, блядь, все эти курсы... Всем спасибо, еще покупайте следующий... Порекомендую, порекомендую. По нескольким весомым телеграм-каналам стали распространять информацию, что Даня Милохин скоро прилетит в Россию. Возвращаться в Москву на постоянку он пока не собирается. Речь идет о корпоративе в какой-то технологической компании. Ну, конечно, блядь, денежку-то заработать нужно, да, да, да. Все, верим, верим. По имеющемуся инсайду ему заплатили необходимые... Я тайминг поймал какой-то? А ну-ка, скидывайте клип. Что за тайминг, блядь? А что я за тайминг поймал? Интересно, блядь. Опа-опа, можно в ТикТок заливать. Смотрите, какой у него тайминг. 3 миллиона рублей оплатили перелеты проживания. Кто заказчик и прочие моменты, скорее всего, в целях безопасности не раскрывают. Ну, денежку заработай, прийдь, прийдь. Не исключаю, что это фейк и его вкинули для какой-то личной выгоды. Но мне бы лично хотелось посмотреть, возникнут ли у Дани какие-то проблемы с правоохранителем. Еще от качества печати зависит. Так я понимаю, но я же не про говно. Я вообще с говенными, типа, фабриками не работал, кроме одной. Ха-ха-ха, из двух слов, блядь. Ну, там я не знал просто, что это говно. А так, в принципе, ну, блядь, нормальная вышивка, Ой, нормальная печать, блядь, стоит не так дорого. Печать это самое... Если вам впаривают футболки с печатью, знаете, это самое дешевое вообще, что есть, ну, в принципе, на рынке. Органами после пересечения границы. Ну-ка, ну-ка, а чё, 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 чё за тайминг поймал, блядь? Ну-ка. А ну. Ну-ка, продавай, продавай, как сам поднялся, да, как сам понял. Не потому, что Дима Масленьков помог, конечно. Там, наверное, интересные будут советы. А что он расскажет, блядь? Дима Масленьков заявил в историях, чтобы найти человека, который поможет оформить ему всё красиво. Ждём кучу прогревающих видосов и историй. Хотя с надеждой, что им... Ха-ха-ха-ха. Вот это... Ну, это похоже... Ну, не так... Вот когда я ножом резал, типа, вот это было охуенно. Это не надо. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Сам делал видишь, что смотрю, да, сам картошку фри ворует. Смотри, чтобы просто... А что он расскажет... Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Это не на отвали, чтобы просто... Опа, вот это хорошо, вот это хорошо. Кажет, блядь, ну надо, сдружись с Димой Масленьков. Заткните, я тебя прошу, блядь, закрой ебло своё, блядь. Егор Крид стал новой обыдной ухаживающейся. А-а-а, заткнитесь! Или он до этого зря боялся, что что-то случится. Да. Если кто-то до сих пор не в курсе... Мне похуй. Так, давайте сразу следующее, блядь. Марафон Огблогер, блядь. Ну это 9 минут, скорее всего, это последний, что я посмотрю. Я что-то устал уже, блядь. Давайте, ну ладно, оставлю я тебе в классе. Дима Козов и Катя Шкуро на грани развода. Кто, блядь, блядь, пиздец, нахуй, с козырей зашёл, смотри, нахуй. За Юлей Гаврильной ухаживает шейх в Дубае. Дима Козов и Катя Шкуро на... Блядь, пиздец, нахуй, блядь. На грани развода. Новые участники хайпхауса. Крид поставил масштабную цель на год. А чё музыку на задний фон поставил? Так, ну, не поставил, так грустно тебе звучит. Треков, тиктокеров, которые никогда не выйдут. Дима Козлов и да... Блядь, пиздец, нахуй, как... Всем привет, это каналок-блогер, и сейчас... Нифига, это ты, блядь? На Клаву Коку походи. Кто знаешь самые свежие новости о блогерах и трендах? Подписка, лайк и колокольчик, погнали! Заткнись, блядь. И, к сути, мне стали затягивать с презентации нового сезона своего реалити. Премьера анонса состоится только сегодня на официальном YouTube-канале. Но в историях участников уже... Мы уже посмотрели, всё. ...сделать нового сезона, который тоже принял ухо, в которой мини-состаточно. Сезон смонтирован... Реалити. ...действительно. Кажется, ты вторым солд-аутами, на которые многие попросту не смогли попасть. Загорелся идеей провести концерт в два раза больше, чем все предыдущие. Все крытые площадки такое количество зрителей вместить не смогут, поэтому... Чё, цык, блядь. ...паралогично... С пацанами, танцующими на сцене, блядь, без футболки. Зари, зари, зари. Скорее всего... Круто, блядь. ...сего это будет арена Динамо, с которой Егор активно сотрудничает. А планирует он там собрать как минимум 40-50 тысяч зрителей. Нихуя, ну может, мне кажется, может, может, может. Скоро будут объявлены, объявлены даты больших сольников в Москве и в Питере. В Москве будет сольник на 40 или 50 тысяч человек в этом году мы будем делать, в 23-м году. Будет большой жирнющий концерт, стадион. И будет большой концерт в Санкт-Петербурге. Большой стадион будем в этом году собирать вместе с вами. Будем творить историю все больше и больше. Бля, пиза с историей. Это далеко не рекорд даже для российских артистов в 21-м веке. Самое большое число собирала некогда популярная группа Ленинград. Тогда на их сольник в Лужниках пришло порядка 76 тысяч зрителей. Бля, как они меня заебали уже в каждой новости. Микозлову и Кате Шкуро пришлось пережить не очень приятный конфликт, из-за которого они даже начали говорить о разводе. Все началось еще задолго до этого. В середине декабря, в самый тяжелый рабочий период, с кучей дедлайнов рекламными заказами. Бля, несчастный пиздец. И времени, учитывая наличие собак, ребенка и прочих бытовых забот, попросту не было. Вся эта усталость накопилась, и где-то 2-3 января Катя не смогла больше терпеть. Закатила истерику и ушла плакать в машину. Бля, какой кошмар, бля. Дима воспринял ее эмоции спокойно. И вернувшись, хотел пошутить, чтобы поднять настроение, попутно снимая все на камеру. Не поднял настроение. Но такое поведение только еще сильнее взбесило девушку. В процессе ругачки они как раз заикнулись о разводе. Но, к счастью, быстро остыли, а Катя сейчас думает, что все дело в пострадовой депрессии. Ну, коротко, это была условная пострадовая депрессия, потому что... Представляете, она плачет, все это записывает, выкладывает, пиздец, у них жизни личной вообще нет. Да, это кардела, было так же куча много... Они даже как ребенка, видите, кормят, какая-то бутылочку стряхивают, они все записывают. Ебать у людей жизнь, конечно, да. Боты, делов. Ну, у меня бы кукушечка съехала, если честно, если бы я на месте мужика был, наверное, да. Стояние такого автопилота, и тут просто в моменте декабрь подбило жестко, и я только-только-только-только осознала, что вообще произошло. Дааааа? Дааааа? Что дурак, блядь, нахуя ты не повторешь два раза, блядь? Единственным вариантом кроме LA стали Гавайи, но без отдыха под солнцем на берегу оставлять они себя тоже не хотели, единственным вариантом кроме LA стали Гавайи. А каким, блядь, а каким вариантом кроме LA у них был ещё, я чё-то не понял. Идеальное место, чтобы расслабиться, потусить с... Бля, вот сразу видно, человек занимается контентом, прям, ну, творчески подходит, да, к созданию вообще здорово, прям, не доебаться классно. Местными и отвлечься от рабочей суеты. А где отвлечься, я чё-то не понял, вот кроме LA, где отвлечься? Мне только интересно, как они, находясь там, продолжат свой челлендж со съёмкой каждодневных видосов на площади Родной Утро. Я тоже чё-то не понял, блядь. Они же не могли за один день, нахуй, снять дохуя роликов, нет, блядь. Они обязаны каждый день туда приходить, блядь. У них расписание, проснулся, улыбнулся, умылся, кофе попил, хуярь туда, где ты снимаешь каждый день. Нельзя, каждый... нельзя за один день в разных костюмах отснять, пиздец, чел, ты чё, нахуй, несёшь? Возможно, мы их, конечно, неправильно поняли, и участники заранее... Урал, скорее всего, да. Они записывают ролики на несколько дней в период... Да быть того не может, ещё кончено, блядь, такого быть не может. ...выкладывают с небольшой задержкой. Если это действительно так, то его изначальная задумка очень странная. Блядь, в чём-то? Внимательные подписчики Хайпхауса заметили пополнение среди участников команды. Список уже традиционных Вали Карнавал, Юли Гаврилиной, Кати Голышева, Германа Гласса и Сони Слипи пополнили Димас Блок и Ани Ищук. Блядь, опять они, да вы доебали, вы меня преследуете эти Димасы Блони. Изначально пара заявляла, что просто работает с Заиром, как с продюсером, но в официальном сообществе ВК недавно внесли изменения в описание. Это вряд ли ошибка, так как есть, например, Диана Астер, которая работает только с Заиром, и её в списке нет. С кем, блядь? Хотя всё это по сути формальности, ведь дома в том виде, в котором он был раньше, давно нет и больше не будет. Да, блядь. На отдыхе же в Дубае за Юлей начал ухаживать некий молодой человек. Здравствуйте. Вернувшись после прогулок в номер, девочки обнаружили цветы для шпульки, правда, без записки. Без шпульки. Пожалуйста, пожалуйста. Интересно, что после этого весь оставшийся вечер Юли не было видно с остальными ребятами. Она куда-то пропала. Да, ты прям слезил, блядь. Возможно, после поступило приглашение на свидание, от которого она отказываться не стала. Кто же является этим скрытым обожателем тиктокерша, вариантов много. В комментариях предполагали, что к ней подкатывает какой-то богатый шейх, а меня лично позабавил вариант с Гусейном Гасановым. Он, конечно, ещё тот... Да, меня тоже пиздец позабавил сейчас. Пиздец в забавную штуку. ...пиздец привлечь внимание девушек. Но, судя по прошлому выбору, Гаврилина явно не в его вкусе. Январь всегда скучный месяц для новостей, поэтому будем разбавлять выпуски интересными рубриками, которые мне давно хотелось осветить. Ещё начиная с 2020 года накопилась куча треков от тиктокеров. Поехали, давай. Пипеты, которых они выкладывали в сеть, но полной версии мы так и не услышали. Ну, поехали. Представляю вам топ-7 песен, которые никогда, к сожалению, не выйдут, хотя некоторые хотелось бы увидеть в плейлисте. Давай, давай. Открывает наш рейтинг Маха Горячева, который пытался передать через один из треков впечатление от своих многочисленных путешествий. Да, пиздец. Вместе с командой они записали демку «Чувствуй чудо». На шестом месте у нас расположилась Диана Астер со своей биполярочкой. Полная запись с ним увидела свет из-за банального хейта после публикации отрывка. В комментариях не было ни единого положительного отзыва из-за странного звучания и непонятного замысла текста. Вот совсем недавно об этом он говорил, это же просто пиздец, это издевательство. Ну, я вам серьезно говорю, бля, клянусь, но это же издевательство настоящее, блядь. А что про шизу не споешь? Шизофрения! Это же просто, ну, просто пиздец, просто дурка, нахуй. Ну, я рад, что люди не совсем долбоёбы на свете живут, что хоть у кого-то глава работает. На-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на. Пятое место у нас уходит в периоду битвы смайликов-единорогов и волков. На этом мы просто так, типа, хотели проехаться, а не получилось. Первые крепко прилепились к образу Дани Милохина, на теме чего он написал немало песен, но одна осталась сфылиться в памяти компьютера. На моём роге цветные-то души, единороги вот по моём духе. За мной маргароби, а тебе брунюхой пошлю на три буквы, я не обауфи. Не меньше демок постоянно пишет Егор Шип, но есть одна, которая полюбилась фанатам, и он даже несколько раз исполнял её на концертах. Речь идёт о Тути Фрути, релиз которой по неизвестным причинам тоже не состоялся. Шиза дискотека, это шиза. Какая-то кють-кють, кють-кють, твое тело, бьють-бьють, бьють-бьють, я всем тебя как Тути Фрути, Тути Фрути, может я влюблю в тебя, бэйби. Мы подошли к тройке самых достойных треков тиктокеров, не увидевших профессиональный свет. Открывает её Соня Слипи с довольно интересной работой под названием «Задержала». Я сцепляю твои нервы, разбиваю их об стены, чё ты грустный, ты не первый, я иду против системы. Без этой композиции... Я против системы, я не знаю, да. Сцепляю его как-то тошнит, нахуй, слушай, послушайте, просто, ну, манеру подачи, я оттого всё ебал. Я сцепляю твои нервы, я нервы, я нервы. Она думала, что это мега пафосно звучит, просто. Сгибаю их об стены, чё об стены, а ты не первый, я иду против системы. Композиции, тем более в числе лидеров нашего топа, обойтись было нельзя. Первая песня Юли Гаврилиной, о которой спрашивают при любой возможности. Прародитель Жужу Пинг-понг забирает почётное второе место. Что же между нами не возьмёт толк, у нас такой программ, ты не помнишь. Это же вот эти плаки, как вы это использовали в Роллс-Росе, помните, даже мемы в ТикТоке были, типа, что одно... А, мы со Славой ещё, когда у меня со Славой был стрим этим, Мерлу, мы даже про это говорили. Вы слышите эти плаки, типа, это же прям, ну, вот, хочет денег, вот этот, сука, хочет денег, ну, вот это всё одно и то же, это же всё же по факту. Камри 3.5, да-да-да, это же всё, блядь, ну, это же всё, старый звук. Ну и лидером нашего рейтинга, не буду томить, становится Вали Карнавал. Она единожды выкладывала отрывок своей демки, которую не успевали доделать, оставив на лучшие времена. Но трек настолько зашёл зрителям, что в своё время быстро разлетелся по ТикТоку и набрал какое-то нереальное количество... Он мне сферу, да? Я просто, он мне сферу никогда в жизни не трогал, блядь, меня пиздец бясит, это плагин, как он звучит, блядь, ну, серьезно говоря. Не, мне сфера вообще не нравится. И по подзвук. Вообще, знаете, вот тот же самый Бикла, да, мне Слава рассказывал, что человек вообще плагина не использует. Вообще нахуй, прикиньте. Он просто на стандартах всё пишет в облетоне и всё, типа. Он использует там какие-то ваншоты, из которых что-то делает, типа, и появляется особенный звук. Вообще старайтесь по минимуму использовать пресетики, блядь, создавайте свои и так далее. Либо аналоговый звук. Потому что полная хуйня вот эти все синтезаторы, особенно умнисферы, которые просто на по 400 гигабайт напичканы всякого говна, которые нахуй не нужны. Самые гениальные чуваки, они пишут самые, ну, делают из простого музыку, а не умнисферы всякие. Ну, это моё, естественно, мнение, я уж, ну, типа, вы понимаете. Ну, мне кажется, что нахуй не нужно. Вот это хорошая песня была. Чуваки, вот это, блядь, вот это хит зря не выпустила, прям охуенно. Ой, блядь, ну и дурку я сейчас смотрел. Да, да, я говорю, блядь, но у меня я тоже пользуюсь только спайером редко, когда мне нужно бас какой-то прописать. И серумом, всё, больше у меня ничего. И флексом, который стандартный FL-овский, я тоже нихуя ничего больше не использую, мне нахуй это не нужно. Оно мне нахуй не нужен, блядь. Ой, как я устал, блядь. Ну всё, надо спать идти уже час ночи, чуваки, блядь, это пиздец.